Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. Понедельник день тяжелый, но у нас в понедельник в пес, как обычно, небольшое обновление ивентов и, само собой, новые паки. В этот раз у нас итальянская лига, выбор игроков, так сказать. Не знаю, насколько игроки на самом деле влияли на этот выбор. Мне кажется, Konami просто в очередной раз напихала тех уже игроков, которые дохрена раз у нас были в паках. Но здесь, что хорошо, поймать можно всех. Это действительно здорово, поэтому, в принципе, плюсик за это все дело можно поставить. Начнем, пожалуй, с самого, наверное, больного. Стебный пост в Телеграме не помог, и у меня все равно дохрена комментариев, также дохрена сообщений в личке, почему я не могу получить второго эпика, где задание и все остальное. Но я понял, понимаю, что вот такие люди, которые это пишут, они не читают мой Телеграм, потому что вроде они топтали читать что-то лишнее. Они напишут, и я лично им расскажу, но в их мире это так происходит. Если честно, на эти сообщения, в принципе, просто не отвечаю. Я сказал, хочешь знать новости? Вот мой Телеграм. Хочешь личного общения? Ну, не знаю, заказывай личную консультацию. Тысячи три рублей в час? Ну, я, допустим, соглашусь. Вот. На меньшее, пожалуй, нет. Я не хочу просто на это тратить время. Я даю информацию, которую ты можешь получить. Если ты не хочешь ее получать, то, извини, чувак, ты не центр земли этого мира, поэтому я все тебе лично объяснять не буду. Но для тех, кто просто, может, не прочитал и не понимает, ребят, ну в чем проблема? Заходите в ивент, там, где нужно это получить. Вот она, эта бесплатная легенда. Видите, внизу надпись «Сведения». Вот на мобилке есть то же самое. Вот нажимаете «Сведения», и здесь написано, как этот ивент будет проходить. Написано, первое же предложение, первое, мать его, предложение. Новые цели могут добавляться три раза. Ну вот, все, вы прочитали это, и у вас уже не возникает вопрос. Морж, почему я девять ивентов прошел, а больше ивентов нет? Потому что новые цели могут добавляться три раза. Что такое три раза? Три – это цифра. Три – это как один, но три раза. Ну, я думаю, вы все поняли. Вы, да, я вот немножко на эмоциях и так далее, но реально затрахали. Вот просто затрахали. Простейшая вещь, понимаете? То есть человеку подарили лего из трех деталек. Он даже на хрен инструкцию не посмотрел, а сам три детальки он эти собрать не может. Ну, это ужасно, нельзя такими быть, ребят. Короче, вы просто очень-очень сильно печальте моего внутреннего моржа. Ладно, переходим к тому, что у нас сегодня есть. Значит, по ивентам. Давайте глянем по ивентам, чего тут. Ну, это понятно, это закончилось. Национальные команды, да. Здесь программа отработки навыков, допустим, окей. И 50 монет, опять же, за национальные команды. Ну, в общем, все по стандарту. Больше, к сожалению, ничего не обновилось. Печалька, печалька, печалька. Ну, с другой стороны, летом и что... Блин, ладно. Я так хотел сказать, что Konami правильно делает. Летом нет смысла что-то новое выпускать, потому что мертвый сезон. Так, блин, они и не летом не выпускают. Ну, как-то так. Ладно, переходим к пакам. У меня тут, кстати, еще бесплатный эпик есть. Я его не открывал, давайте. Нет, давайте сначала откроем бесплатного шоу-тайма. Вдруг выпадет. Ну, а почему бы и нет? Побегал я за Холланда. Наверное, матчи 10, ребят. Блин, ну, пока он мега-хорош. Вот он просто супер-дупер-мега-хорош. Каким он станет чуть позже, я, если честно, не знаю. Так, Крунич мне выпадает из Милана. Это плохо, это плохо. Так, тут у нас бесплатный эпик. Хотя бы одного эпик. Блин, да, елки-палки, щелкни сверх. По крайней мере, одного эпика я сегодня обязательно поймаю. Да, напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, пишешь мне в личку в телеграме, ссылки в описании в закрепленном комментарии. Я тебе могу с этим помочь. Лиги нет, поэтому возможен игрок сборной. И, по-моему, здесь лучший улов это Кассилес. Вот реально. Но мне Данилса надает. Это ужас. Ну, как, типа, бегунок с дриблой, все. Может бежать, может дриблить, больше ничего не может. Вот, поэтому крайне неинтересная карточка. Реализация. Говно, паз, говно. У меня не атаковать говно. Что тут еще? Ну, зато 10 навыков. Тут хотя бы 10 навыков мы нарисовали. Ладно. Так, где у нас тут? Э, одейте. Вот. Вот она, итальянская лига. Давайте смотреть, что у нас здесь есть интересного. Само собой, Асимхен тоже уже был у нас далеко не раз. Карточка хорошая, карточка отличная. С удовольствием играю им. Можете ловить. Вот ему бы еще три навыка добавить, чтобы 10 было. Было бы вообще замечательно. Но карточка крайне хороша. Лаутара во всех частях мега приятный тип. Вроде по старам смотришь, все на середнячке. Но на поле настолько приятный, что прям удивляешься. 10, а 9 навыков у него присутствует. Так что Лаутара тоже советую вам, в общем-то, поймать. Эрнандес из Милана. Эрнандес из Баварии мне нравится получше. Этот больше бежать и пасовать. Эрнандес из Баварии все-таки больше защищаться. 8 навыков для левозащитников вполне пойдет. Абрахам здесь вполне себе неплох. 191 рост. Я люблю высоких футболистов. Навыков тоже, к сожалению, 10 всего лишь 7. Но вполне можно его ловить. Так, ну и все. И все, к сожалению, да. Тут опять один клуб, один игрок. И типа, что хоть, что и делай. Остальные клубы, ну, наверное, кто-то собирает. Возможно, Луис Альберто будет интересен. Неплохой центральный полузащитник. Но классическая десятка, ребят. Классическая десятка. Это, конечно, беда. 10 навыков. Тут у него все вполне себе неплохо. Аберарди когда-то был неплохо. Сейчас так себе. Димария. Ну, не знаю. Пас навесом хороший. Дребла будет более-менее. Бежать тоже, в принципе, будет. Ну, вполне возможно, Димария. Ну, 34 возраста, сами понимаете. Это уже сказывается, так сказать. 10 навыков. Здесь неплохо все. Лукман. Не знаю. 174. Атакующий полузащитник. Классная скорость и ускорение сходу. То есть будет быстрый. Реализация умения атаковать есть. А вот пас отсутствует. То есть это скорее такой оттянутый форвард-завершитель, чем оттянутый форвард-распасовщик. Но при этом установился на все 4 позиции атаки. Еще и направо-лево полузащитника. Плюс 10 навыков. Плюс суперзамена. Ну, хрен его знает. Может быть, может быть. Кандреева. Когда ты в Интере, ты играл. Ну, сила удара изначально хорошая есть. Всем навыков. Ну, наверное, все. Наверное, отсюда больше я никого бы не выделял. 20 игроков. Тут вот действительно вся фишка этих паков, что за 2000 ты выловишь гарантированно всех. И это здорово. Потому что, с одной стороны, команду недели. Ты на нее тратишь 300 золота. С другой стороны, все зависит от шанса. И мало чего зависит от тебя. Здесь сколько надо, столько и закину. Начиная с 4 звезд. И это Бастони. Только не тот Бастони, к сожалению. Лучше бы мне Шелл Тайм о Бастоне выдало, да? Кстати, может, брат его? Надо как-нибудь прогуглить. 4 навыка. Хотя 181 сантиметр, тот 190. Вряд ли, вряд ли из одной женщины могут выйти настолько 2 разных человека. Второй пак. И что у нас здесь? Ой, дайте угадаю. Итальянская лига. Да? Серьезно, серьезно. Так, 5 звезд. Ну, кто здесь будет интересный? Здесь будет Делефео. Прекрасно. Есть его карточка с позиции центральный нападающий. Там просто она дичайшая имбовая. Здесь у него родная позиция. Поэтому слишком хорошим он не будет. Вот реально, сравните на том же сайте вот этого Делефео с... А нет, там даже не центральный нападающий. Какая же там позиция у него? Блин, а какая у него там позиция? То ли правый нападающий, то ли оттянутый форвард. Там, короче, карточка бомбезная. Я ее скидывал. 93-й он от команды недели. Но при этом на некоторых позициях он 97-й. Вот, поэтому там просто красота. Но этот, к сожалению, мне малый интерес представляет. А может и центральный нападающий. Просто на тот момент у него карточка была обычная левого нападающего. Короче, надо глянуть. Я вот сейчас прям сам забыл. Поэтому надо посмотреть. Надо посмотреть. А вот он и братишка Симхен мне выпадает. В маске вообще бандит максимальный. Кстати, по-моему, у него уже все зажило, что он до сих пор в маске. Ну или он до сих пор просто прописан у нас в маске. Ладно, Симхен выпал. Давайте еще пару паков откроем. На ПК я мало играю, поэтому я здесь мало буду использовать этих игроков. А на мобилке у меня все эти игроки есть, поэтому, к сожалению, мне отсюда никто не нужен. Орнандес у меня, по-моему, от сборной Франции отличный. Ну, так, если из топовых клубов Лаутара тоже есть. Лукман мне выпадает. Ну, в принципе, вот этот паренек может быть интересен. 82 скоростью 84 ускорения на первом уровне. Это уже очень достойно. То есть, ускорение и скорость может спокойно загоняется в 92-90. При этом будет классное умение атаковать. Возможно, конечно, будет не хватать реализации хорошего пасса. Но вот если именно вам нужен отянутый форвард, который чисто чистый завершитель. Вот. С другой стороны, зачем отянутый форвард чистый завершитель, если можно поставить центрального нападающего чистого завершителя. Ну да, логика у Канами такая себе. Возможно, пассаму, если бы поднакрутили побольше, было бы неплохо очень даже. Димария. Да, Димария мне выпадает из пятого пака. Ну, наверное, на этом я закончу. Говорю, что на ПК я играю достаточно мало. Поэтому, в принципе, эти игроки мне здесь не особо нужны. А на мобилочках они у меня все есть. Либо такие же примерно, либо даже по лучшим вариантам. Вот такой у меня по коппенинг. Пиши, открывал, не открывал. Че она выпадала тебе? С удовольствием тебя поздравлю, если у тебя улов хороший. Посочувствую, если улов плохой. Ну, и если нужно задонатить, пиши в личку в Телеграме. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда можешь, как всегда. Пока, пока.